Приветствую представителей всех знаков Зодиака. Сегодня речь пойдёт о планете Нептун. Кто не знает, как выглядит Нептун, вот он. Сейчас подсвечиваю вам его. Он похож на трезубец, его несложно найти в карте. А находится он сейчас в своей обители, в знаке Зодиака Рыбы. Нептун управляет знаком Зодиака Рыбы. Это его знак Зодиака, ему здесь очень хорошо. И 30 июня 2023 года в 27 градусе Рыб Нептун становится ретроградным. Ретроградный период продлится до 6 декабря 2023 года. Это продолжительный отрезок времени, думаю, вы со мной согласитесь. И по нему, по этому отрезочку сейчас будет прогноз. Конечно же, в моих гороскопах на июнь я вам рассказывала об этом транзите. Пересмотрите этот гороскопчик, послушайте, что я там говорила. Естественно, что я не помню, что я говорила каждым знаком Зодиака, поэтому в этом прогнозе либо повторю другими словами, либо что-то новенькое добавлю. Может быть вообще что-то необычное будет, не знаю, как пойдет, ребята. Записываю это видео в потоке. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и заказывайте свои личные гороскопы. Конечно же, кому интересно, можете конкретно и по Нептуну заказать прогноз. Почему бы и нет, посмотреть, где у вас Нептун. Сейчас будет общий гороскоп, прошу вас, пожалуйста, это учитывать. Общий — это значит для типичных представителей знаков Зодиака, во-первых. Во-вторых, по равнодомной системе. Тоже кто-то меня спрашивал, как делаются общие гороскопы. По равнодомной системе. А вот сейчас, например, посмотрите на карту. Вы видите, что, например, возьмем пример. По этой карте возьмем пример. Вот Солнце в раке. Вот, например, вы знаете, что вы солнечный рак. И будете слушать прогнозы для раков. Я буду говорить, что у раков Нептун в девятом доме гороскопа. Но конкретно по этой карте мы видим, что Нептун не в девятом, а в седьмом доме гороскопа. Понимаете? То есть очень важно знать фонотальную карту рождения. Очень важно знать свои дома, ребята. Но даже если вы не знаете, не переживайте. Слушайте по знаку Зодиака. Вы что-то точно для себя услышите. Также, если вы знаете натальную карту, то, конечно же, слушайте по асценденту. А также под тем знаком, который входит в ваш первый дом. Например, снова по этой карте, например, если мы возьмем асцендент в деве. И также первый дом, включенный знак, весы. То есть здесь человеку нужно было бы слушать деву, весы, рак. И можно было бы порекомендовать еще по Луне человеку послушать скорпиона. То есть вот как пример. Ну, это, конечно, для тех, кто изучает астрологию, для тех, кто интересуется более глубоко. Ну, а теперь давайте начнем. Общий гороскоп. Овен — первый знак Зодиака. Уважаемые овны, я вас приветствую. Для вас такой транзит Нептуна отыгрывается по теме 12-го дома. 12-й дом — это и есть символический дом рыб. Это самый широкий, глубокий, полноводный, объемный и вообще бесконечный дом гороскопа. 12-й крайний дом гороскопа включает в себя все предыдущие дома, но в размытом варианте. Ваш знак Зодиака Овен — первый. Вы тоже включаете в себя все знаки Зодиака, но в собранном варианте, в максимально сжатом варианте. Знаете, есть такие полотенечки, которые, и даже не полотенечки, там игрушки, еще что-то бывает, которые разбухают, когда вода в них попадает. Вот вы еще в сжатом, в спрессованном варианте полотенечко, а рыба — это уже максимально раскрыто, наполнено, наводнено, это уже полотенечко в воде просто плавает. То есть в этом знак Зодиака держится все. Так вот и для вас данный транзит Нептуна с 30-го июня по 6-е декабря может принести очень много раскрытия внутреннего потенциала. 12-й дом — дом внутреннего потенциала, психики, лирики, духовности, душевности. Это дом пренатальный, когда ребеночек, как рыбка, плавает еще у мамы в животике. Но, вы согласитесь, это уже человек, это уже ребенок, там уже все собрано, вся его судьба там уже есть. И вот этот период с 30-го июня по 6-го декабря, он может похожим быть чем-то на беременность для вас. У кого-то реально может быть беременность из вас овны, кто в возрасте, кто планирует, может быть, кто уже беременен, слушает меня, или ваша жена и своего мужчина. Но для других, для еще такие варианты, это может быть какой-то творческий процесс. Например, вы подготавливаете открытие какого-то своего дела, подготавливаете организацию своего сайта. Вы пишете какой-то труд, по 12-му дому идет работа в закрытых помещениях, в закрытых учреждениях, долгая, вот диссертацию нужно написать, долго. Это тоже как процесс беременности, то есть что-то аналогичное с процессом беременности. У кого-то, может быть, ремонт начинается и 6-го декабря только завершится, тоже как новоселье, как новорождение. То есть к декабрю вы дадите миру плод своих стараний предыдущих, то, что вы хранили, сохраняли, покажете. Кстати, это может быть и работа над собой, то же самое, вы, например, не выходите из дома, сидите дома, но при этом активно работаете над собой. Это может быть все, что угодно, ну я не знаю, отращиваете волосы или худеете, или еще что-то делаете, лечите по рыбам, может быть, лечите ножки, стопы. То есть какие-то процедуры, может быть, проводите. Возможно, у вас такой целый продолжительный период психотерапии, а может быть иной терапии. Посещение мест, где отдыха много, где вот прям спать, лежать, отдыхать, кайфовать. Конечно, что вряд ли вы сможете весь этот период отдыхать до 6 декабря, но какой-то из месяцев выберите себе на путешествие к морю, у кого есть возможность, к речке, просто на то, чтобы побольше поспать, отоспаться, полежать в ванной, сходить на спад-процедуры, на массаж, к психологу, к психотерапевту, к психиатру, кому кто нужен. Окулист, может быть, кому-то нужен. В общем, овны, займитесь собой. Тема внутреннего мира, водного баланса, наводнённости, может быть, у кого-то с этим вопросы. Эндокринку проверьте, кому нужно, щитовидку особенно, если у вас есть такие вопросы. Косточки на ногах тоже, у кого там есть проблемы с ножками, вообще, ну вот рыба отвечает за стопы, ну и вот до щикола тогда вот ещё это всё. У кого есть такие вопросы, может быть, вы тут будете продолжительный период времени носить ортопедическую обувь, и к декабрю увидите какой-то результат. В общем, ребята, работайте над собой, вот то, что у вас есть, задание. Работайте, духовное здоровье в первую очередь, ну и психосоматика тоже здесь, поэтому я говорю и о физике. Ортопедия — это Сатурн в рыбах, конечно же, вам об этом говорит. Ну, в общем, может быть, и с пищеварительной системой тоже вопросы решаете. Это тоже может быть психосоматическое. Ну, упор, конечно, на душевное, на духовное здоровье. Замечательно вам, уважаемые овны, обращаться к таким специалистам, как торологи, нумерологи, рессологи, родологи, люди, которые могут просмотреть ваше бессознательное. Если вы хотите обратиться ко мне лично, то, пожалуйста, обращайтесь. Мой номер телефона указан в описании под каждым моим видео, в комментариях. Также сейчас я вам его показываю, на экране вы видите. Пишите, закажьте свой личный городскоп, абсолютно любой, второй раскладик. Хотите, можете специально по Нептуну спросить. Что вам принесет Нептун, если вы чувствуете, что очень важный для вас транзит? Уважаемые тельцы, те, кто по асценденту телец, те, кто по солнышку и по луне телец, слушайте этот гороскопчик про Нептун. Нептун — важная планета для вас особенно, потому что вами управляет Венера, а Нептун — это высшая октава Венеры, и находится он также в своем знаке. То есть можно так сказать, что данный транзит Нептуна с 30 июня по 6 декабря может перевести вас на новый высший уровень. Произойдет это через какой-то ретро-процесс, углубление, интроспекция, регресс, рефлексия — это всё по ретро-Нептуну. Возможно, вы будете возвращаться к каким-то своим мечтам, которые раньше оказались вам недостижимыми, и понимать, что нет, они очень близко, они буквально под рукой. Может быть, уже сейчас это происходит в вашей жизни, словно бы само собой что-то произошло. Вы думали, что это далеко и невозможно, а на самом деле стоило подождать. Может осуществиться в этот период, пролонгированно осуществляться, в настоящее длительное осуществляться ваша мечта. Может быть, несколько мечт. И это могут быть очень давние мечты. Может быть, вы мечтали 11 лет назад о чём-то. А может быть, когда вам было 11 лет, вы о чём-то мечтали и думали, вот бы у меня так. Но это какая-то давнишняя мечта, и вы не понимали, почему вам казалось, что невозможно. А на самом-то деле дело во времени. Время. Время меняет обстоятельства. То, что не можете изменить вы, изменит время. Время меняет ландшафты. Время меняет русло рек. Время меняет погоду, климат. Вот такое что-то. То есть вы думали, это невозможно, как-то далеко, а тут оно само буквально к вам в руки приплыло. Потому что знак зодиака рыбы — это рыбка. К вам приплывает золотая рыбка и осуществляет ваше желание, уважаемые тельцы. Возможно, продолжительное время, постоянно, на постоянке. Поэтому, пожалуйста, будьте учтивы, будьте вежливы. Знаете, что с золотой рыбкой как нужно обращаться? Правильно. Не так, как старушка из сказки Пушкина. Уважайте золотую рыбку. И вы должны понимать, что вот этот период, когда вот ваши внутренние воплощения ретроградных каких-то ваших мечт, вы должны понимать, что вы должны воспользоваться этим временем. Не упустите время. Вы так долго ждали. Так теперь возьмите этот шанс. Продолжительный период с 30 июня по 6 декабря. Вот здесь у вас возможность, получив все, что необходимо для вашей мечты, получив вашу мечту, взять ее, войти в нее, сделать ее реальностью. Это замечательный, конечно же, транзит для вас, тельцы. Транзит по 11 дому, кроме осуществления разных-разных мечтаний, можно перенести вам, сейчас перечислю, какие могут быть варианты. Отношения с человеком намного младше вас по возрасту. 11 или более лет. Разные поколения, разная, может быть, и вера, и национальность, и гражданство. Разные страны, разные материки. Ну, либо разное общество, сообщество. Знаете, то есть, в общем-то, вы можете жить и в одном городе с человеком, но вот у него совершенно другая среда. Опять-таки, почему? Ну, обычно по 11 дому, из-за разницы в возрасте, может быть, и в миропонимании, конечно, тоже. Дальше, это про любовь, да, такие отношения. У кого-то может быть третий брак неофициальный, гостевой, скорее всего, может быть, и гражданский. Вне зависимости от вашего возраста, ну, может быть, это и сочетается. Например, у вас молодой человек, младше вас на 11 лет, и при этом вы с ним живете гостевым браком. То есть, это может сочетаться. Дальше, по 11 дому идёт принятие, альтруистичное принятие чужих детей. Вот, снова-таки, это может проиграться по любви, что у вас младше вас возлюбленной. Но это может быть и реально, к примеру, усыновление, уточерение, взятие под опеку. Может быть, вам на время ребёнка дадут, или даже вот это случится, ну, не знаю, один раз к вам соседка придёт, вам нужно будет провести уикенд с их ребёнком. Это, может быть, не значит, что всё это время, ребята, да? То есть, у кого как, у кого-то незначительно, у кого-то значительно. Если вы бабушка, у вас появляются внуки, то вам внуков могут дать по 11 дому. Также по 11 дому у вас может появиться детский коллектив, в который вы пойдёте работать. Может быть, вы преподавать идёте что-то в детский коллектив. Кстати, может, и не в детский, потому что 11 дом — это вообще дом интернета. Может быть, вы какие-то курсы свои открываете и через интернет их вещаете, продолжительное время этим занимаетесь. Может быть, вы только начинаете этот процесс 30 июня и начинаете писать свои курсы. И к 6 декабря, например, вы их выпускаете. Но кто-то, конечно, уже в это заходит. И вот до 6 декабря, например, у вас там несколько будет этапов курсов. Может быть, каждый месяц будете набирать группу. Вот какая-то такая история может пройти. Не обязательно с детьми, не обязательно, что вы будете преподавать детям. Нет. Нет. Может быть, тут и постарше люди, и студенты. Хотя вот опять-таки, смотря сколько вам лет. Потому что для вас и студент, и, может быть, человек 20-летний, тоже ребёнок. Смотря сколько вам лет. Вы взаимодействуете с более молодой энергией. Так или иначе. Это любовь. А любовь бывает очень разной. Да, здесь может пройти любовь интимная. Но может быть и очень даже альтруистичная совершенно, возвышенная, духовная. Вы можете какого-то быть, как ангел-хранитель. То есть тонкая, тонкоматериальная, платоническая, эстетическая. Это тоже по 11 дому. Любовь без контакта физического. Может проиграться по 11 дому, но также может пройти по оппозиции на льва, дать наоборот сильную страсть. Да, ребята, такое бывает, что когда вроде как транзит идёт по 11 дому, а событие в жизни проигрывается как будто бы по 5 дому. Ну почему? Потому что ось всегда резонирует. То есть у вас запросто могут быть отношения, которые одновременно и страстные, и альтруистичные, и высокодуховные, и очень даже низменоплатонические. То есть вот это сочетание принесёт вам этот транзит, скорее всего, и может быть даже что-то ещё третье по Нептуну, потому что Нептун — это трезубец. Здесь на самом деле может быть много вариантов, и вот всё, что я перечислила, у вас может быть. То есть у вас там, например, и курсы свои, и любовь с человека моложе вас, и что ещё может быть по 11 дому. А да, вот какая-то ещё мечта заветная, вообще какая-то заоблачная ещё может осуществиться. Коллективы друзей. Может быть, вы начнёте снова ходить в какой-то кружок спортивный, петь, танцевать. Вот всё, что вы раньше делали, в юности возвращайтесь. Кстати, астрология идёт по 11 дому, ребята. Обращайтесь ко мне как к астрологу. Сами изучайте астрологию. Замечательный будет период для этого. Если вы хотите обратиться ко мне лично как к астрологу, либо как к тарологу, то сейчас на вашем экране мой номер телефона. Пишите мне на вайбер в WhatsApp или Telegram. А также мой номер телефона в описании и в комментариях под каждым моим видео. Я могу бесконечно говорить, уважаемые тельцы, но пора переходить к следующему знаку Зодиака. Следите за моими выпусками, следите за моими постами во вкладке «Сообщество». Я буду стараться максимально вам побольше всего интересненького рассказывать. Будьте счастливы. Уважаемые близнецы, у вас ретро-Нептун в 10-м доме гороскопа. Период с 30 июня по 6 декабря может проиграться для вас по теме работы, карьеры. Какой-то возврат по ретро. Это может быть возврат к проекту, который вы когда-то оставили, нужно переделать, доделывать заново. Может быть тот же самый проект еще раз осуществить продолжительное, длительное какое-то мероприятие. У кого-то может пройти командировка по такому транзиту продолжительная. По Нептуну, конечно, это может быть по морю. Командировка какое-то морское даже путешествие, но не обязательно. Также здесь у вас, если вы ищете работу, все-таки я вам, как бы вам сказать, по ретро-Нептуну вам лучше возвращаться на прежнюю работу. Если это невозможно, тогда либо что-то аналогичное прежнее находите, либо вообще идите в свое творчество, реализовывайтесь творчески. Нептун — это плавание, и в таком сочетании может дать вам фриланс, действительно, свободное плавание, свободная реализация своих творческих идей и соображений. По Нептуну можно работать и в науке, и в искусстве. Но наука должна быть душевной, и искусство, естественно, тоже должно приносить деньги по Десятому дому. То есть не то, чтобы вы бедный художник, нет, это не по Десятому дому. По Десятому дому карьерист. То есть если вы художник, то тоже карьерист. Если вы в науке, например, в психологии по Нептуну, то здесь тоже, да, вы понимаете, здесь есть деньги. В Десятом доме всегда есть деньги. Это дом козерога, материальный знак. Не факт, что очень большие деньги, но стабильные какие-то вы можете получать от своей деятельности какой-то творческой, душевной, изобразительной деятельности. Должны, да, то есть в любом случае вы будете иметь доход. Не бойтесь, если вы сейчас без работы, выходить во фриланс. Если же у вас есть работа, то здесь всё будет хорошо. Может быть даже затишье. Может быть даже ситуация типа болота на работе. Если это не тема работы, то тема семьи. То есть по ретро-Нептуну как раз-таки вы можете вообще с работы уйти. Может даже на такой продолжительный период времени. Почему-то, по какой-то причине. Захотите отдохнуть. Здесь может быть у вас увольнение по собственному желанию, по такому Нептуну. Может быть какой-то отпуск продолжительный. Если у вас есть такая возможность брать какой-то АКТМ отпуск, либо отпуск по уходу за ребёнком, тоже может пройти по такому ретро-Нептуну. Поэтому смотрите, уважаемые близнецы, что вам тут ближе. Вообще, конечно, какая-то ваша цель по ретро-Нептуну. Даже три цели. Может быть три цели. А вы будете вновь пытаться достичь. И к декабрю, к 6 декабря, возможно, три старенькие свои цели вы достигнете. Может быть, они даже вам уже и не очень-то нужны. Ну, как говорится, для галочки. Может быть, вы чего-то хотите, хотели. Может быть, даже уже перехотели. Но у вас появится возможность это иметь. И вы, в принципе, это приобретёте. Ну, к примеру, вы хотели должность какую-то. Не давали вам её. Кто-то другой её занимал. Но вот когда уже вам её предложили, да, вы говорите, ну, хороша ложка к обеду. В общем-то, уже не надо. Ну, давайте. Да, то есть вот такой может быть эффект, что вы получите, когда уже остынете, отстанете, устанете. И по итогу получите то, что вы хотели. Вот так вот. Да, то есть отпустив ситуацию, отпустив какие-то три своих цели, вы вдруг их все на руки-то и получите. Период продолжительный. Смотрите, дата 6 декабря. Поэтому, может быть, вы даже об этом и не догадываете сейчас. А это вам, в принципе, светит, как маяк. Нептун в 10 доме — это образ маячка такого, маяка, большого маяка. Так что там вас что-то ждёт. Три подарочка. Уважаемые раки, у вас ретро-Нептун в 9 доме гороскопа. Вау! Ну, Нептун, конечно, он отвечает за путешествия. И 9 дом — это дом путешествий. Нептун — это корабль, море. 9 дом — это глобус и мировой океан. И Нептун тоже отвечает за сам мировой океан. На самом деле, 9 дом в той же степени и мере дом Нептуна, что и 12. Поэтому можно сказать, что вам, для вас, раки, этот транзит проиграется как у рыб. Поэтому послушайте знак Зодиака рыб. Может быть созвучно много, очень много чего. Послушайте, тем более, что и вода, вода, рыбы, и раки, да, всё вода. Для вас, если не путешествие, то какое-то путешествие в переносном смысле. То есть для кого-то действительно этот период с 30 июня по 6 декабря принесёт какое-то путешествие. Не факт, что на весь этот период вы куда-то отправляетесь. Может быть, на две недельки куда-то только поедете отдохнуть. Но поедете, скорее всего, в то место, где бывали. Но кто-то, может и правда, на продолжительный потрезок времени отправляется куда-то пожить. Вот на эти все месяцы. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну и ещё 6 дней декабря. То есть может быть, правда, кто-то надолго уедет куда-то. Может быть и командировка, и по учёбе, и любовная какая-то тематика. Также ситуация, когда вы уезжаете из опасных мест пожить куда-то за границу. То есть тема переселения тоже до кого сейчас актуально может проиграться. Вы живёте у меня по всему миру, в разных странах. И здесь концентрироваться не буду на стране, потому что люди переезжают по разным причинам. Вот, кстати, по Нептуну человек может переезжать из-за безработицы в своей стране. Вот это может быть, что вы едете на сезонную работу, в командировку, на какую-то работу, не знаю, на клубнику куда-то. То есть вот такая история может пройти. Если это не вот так, то по Девятому дому проигрывается в переносном значении, повторюсь, в путешествии куда-то, во что-то, в какую-то сказочную, условно говоря, страну. Девятый дом обучения. Поэтому кто-то из вас возвращается к обучению. Может быть, вы учитесь в ВУЗе. Может быть, вы учились давно, но решили доучиться. К примеру, идёте на магистратуру спустя какой-то продолжительный отрезок времени. Второе высшее образование. Можете получать повышение квалификации. Курсы вот пять месяцев тоже вполне себе. Вообще обучаться очень хорошо, уважаемые раки. И самостоятельно можете обучаться, потому что всё-таки ретро-Нептун. Он может давать такое самоучитель. Самоучитель может вам дать. Или вы сами учитель, или у вас самоучитель. Либо вы самоучка и учитесь при этом. То есть и сами учитесь, и посещаете учреждения. Ну, так обычно и бывает. Я думаю, что точно вы все знаете, ребята, что человек учится сам. Да, у вас может быть преподаватель, но без вашего желания учиться. Никакой даже самый супер-пуперский преподаватель вам и не поможет. А когда у вас есть желание познать что-то, то вы познаёте эти знания даже на интуитивном уровне. Даже просто прослушивая время сна какой-то учебник, вы можете уже учиться. То есть это большое желание погрузить в себя знания. Может срабатывать просто на ура даже какое-то фоновое обучение. Далее, по девятому дому. Что у вас может пройти? Отношения с иностранцами все возможные. Это и работа по найму, это и клиенты. Это, возможно, и любовь у вас за границей. Либо новая, либо старая. По ретро-нептуну, скорее, прежние отношения, старые отношения. И вы, скорее всего, это знаете. Может даже приобретаться любовный треугольник. По ретро-нептуну могут вам вернуться ваши прежние партнёры. Несколько даже, может быть, три. А у вас тема второго брака может проходить. Возможно, у вас и развод, и брак успеется в данном периоде времени. Но хотя и ситуация тройственная, точнее двойственная, и такая серединка наполовинку тоже может проигрываться. Потому что всё-таки Нептун. Нептун может дать какую-то такую историю, когда вы вроде как уже не замужем, но ещё официально замужем. И тут у вас уже новое предложение руки и сердца. И вы как бы уже и в новом браке. И вот это получается серединка. Вы мечетесь в треугольничке. Может быть такое, что треугольничек по девятому дому. Потому что первый и второй брак. Переход от первого ко второму браку может у вас проигрываться. Но ориентируйтесь, конечно, по любви, по высшей любви. Нептун — это высшая любовь. Чувствуйте сердце. Вы знак сердца, уважаемые раки. Выбирайте душу. Чувствуйте сердце. Любите и будьте взаимно любимы. Кстати, девятый дом — это ещё дом мудрости. Вам поможет мудрость и может какой-то мудрый специалист. Если вы хотите обратиться ко мне как, ну это, конечно, громко прозвучит, но как гуру. Девятый дом — это дом гуру. То пишите мне, заказывайте свои личные работы. Трораскладики, игроскопчики. Мой номер телефона указан в описании под каждым видео. В комментариях под каждым видео. А также сейчас на вашем экране пишите нам вайбер, ватсап или телеграм. Любой из мессенджеров, который вам удобен. Ну и, конечно, желаю вам счастья. Уважаемые львы, у вас Нептун в восьмом доме. Вау, дом очень насыщенный энергией, сильной страсти. Нептун, конечно, планета не страстная, но она может давать нечто, что вызывает страсти. То есть Нептун может выступать как ступенька к чему-то взрывоопасному. Конечно, восьмой дом — это дом птицы Феникс. И вот Нептун в этом восьмом доме может давать вам, как будто бы вы возрождаетесь, как птица Феникс, но из воды. Для кого-то, кстати, может пройти какая-то процедура, связанная с водой. Душ, шарко какой-то. Может быть, вы исцеляете тело, применяя сильный напор чего-то. Не обязательно воды, может быть, чего-то другого. Водные процедуры, как лечение, грязь лечения, кстати, тоже. Что-то с солью связанное. Восьмой дом — это дом магии, поэтому здесь может быть чистка магическая на соль, например. Но и физическое то же самое. Может быть, какое-то очищение, может быть, какие-то детоксы, ещё что-то, что вы пьёте. Восьмой дом очень разнообразный. И по Нептуну как раз, может быть, у вас несколько очень разных тем и проходит. К примеру, по Нептуну в восьмом доме у вас сейчас тема магии. Может быть, вы сами практикуете, может быть, обращаетесь к магам. Во вторую очередь у вас может быть тема исцеления тела и души, конечно же, вместе. И в третью очередь это может быть какая-то сильная страсть сейчас у вас. Конечно, здесь может быть или полный треугольник. Об этом, наверное, не будем сильно распространяться, потому что можно очень долго говорить, какой вы из углов. И вообще о треугольник ли это. Может быть и четырёхугольник, и пятиугольник, и шестиугольник. Ну, а, пожалуй, самое приятное, что всем точно понравится по Нептуну в восьмом доме, это деньги. Деньги от других людей. У вас может быть три пассивных источника дохода. Может быть, да, заметьте. И это, конечно, общий гороскоп. Пожалуйста, учитывайте, уважаемые львы. Конечно, не у всех из вас такая история. Но всё-таки у кого-то действительно может быть несколько. К примеру, восьмой дом — это дом пенсии. У вас пенсия. Раз. Во вторую очередь, восьмой дом — это дом денег мужа, в том числе и бывшего алименты по восьмому дому. Это два. Три. Деньги от интимной связи. То есть от человека, с которым у вас интимная связь. Три. Может быть, наследство у кого-то, выплаты по больничному листу, страховки, какие-то иные выплаты вам социальные. Это тоже Нептун в восьмом доме. Вообще, Нептун — благотворительность. Может быть, у вас много донатов. Может быть, вам часто донатят. А может быть, вы тот человек, который собирает донаты. Тоже такая тема пройдёт. То есть чужие деньги приходят, поступают к вам на руки, и вы ими распоряжаетесь. Вы можете их вкладывать в себя, вы можете вкладывать их в других людей, а также в дело. У вас могут быть совместные капиталы, и этот капитал собранный из нескольких бюджетов. Может быть, даже, например, вся ваша семья вам деньги даёт, вы храните, распределяетесь. Если у вас большая семья, то есть тема денег, конечно, думаю, что для многих из вас сейчас очень актуальна. И вот эта тема и денежная, и страстная, и кризисная будет продолжаться ещё до 6 декабря 2023 года. Восьмой дом — это дом военных действий. Вы живёте у меня по всему миру, в очень разных странах. Но по ретро-Нептуну в восьмом доме вы или смиряетесь с ситуацией какой-то, если вы живёте в такой стране с трудной ситуацией, или смиряетесь, или уезжаете в ту страну, где такой ситуации сложной нет. Кстати, здесь военные действия могут быть абсолютно любые. И даже какие-то митинги, революции, и не политические. Например, по Нептуну — это что-то, может быть, связанное с деньгами, безработица. И люди вышли бунтовать, устроили погром. Такое тоже может быть. То есть по восьмому дому, знаете, вот как образ коктейля Молотова, образ огня, но это может быть очень разная ситуация, учитывая, что вы живёте в очень разных странах, просто вот это учтите. Вы либо где-то закрываетесь в себе и привыкаете, как бы это ни звучало, к ситуации опасной, либо, конечно, по Нептуну вы можете и уехать. Такое тоже может проиграться. Так что вы выбираете и по восьмому дому трансформируете себя через этот выбор, сделав этот выбор, у вас буквально как перекрёсток трёх дорог, потому что Нептуну — это три зубец. Возможно, вы реально выбираете вообще три варианта, где жить. Три варианта у вас по всем другим областям жизни также может проходить. Может быть, и три источника дохода, и трое каких-то людей, треугольник в вашей жизни замешан. Не обязательно, что это любовный треугольник, абсолютно любой другой. Родители, дети тоже могут быть смешаны, вмешаны в какие-то ваши отношения любовного характера. Дом зачатия, поэтому, в принципе, кто хочет, можете пользоваться данным периодом ретро-Нептуна, когда вовнутрь идёт вся энергия. Очень. И, кстати, могут вам помочь медики, медикаменты даже по Нептуну в восьмом доме, если кто-то заинтересован, если у кого-то на повестке дня вопросы зачатия. Конечно, потому что и ретро-Венера в вашем знаке Зодиака, уважаемые львы, и Нептун тоже ретро, можно говорить о том, что у вас возврат страсти, потому что Нептун всё-таки в доме страсти даёт возврат страсти, да и Венера ретро-наградная тоже даёт возврат страсти, поэтому, может быть, к вам проявится несколько даже ваших бывших, которые страстно были в вас влюблены. Акцент именно на страсти. Здесь речь не о какой-то духовной тонкой любви, здесь страстное желание вас покорить. Только смелым покоряются моря. Вот, в общем-то, о чём Нептун в рыбах. У вас очень страстное, конечно, лето, но, как видите, и осень, и начало зимы тоже ещё может быть страстным. И что там у вас с треугольниками, конечно, львы, вам главная рекомендация определиться вот на эту тему. Любовных треугольников. Если вам нужна моя помощь, можете обратиться ко мне лично, за своим личным гороскопчиком, либо Тарор-раскладиком. Обращайтесь. Мой номер телефона указан в описании, в комментариях под всеми моими видео. Пишите, рада буду помочь. Может, я даже работаю специально отдельно по Нептуну, если вам такой именно транзит отдельно интересен. Будьте счастливы. И смотрите, конечно, остальные знаки зодиака и по Солнцу, и по Асценденту, и по включённым знакам в Первый дом, и по Луне. Смотрите, слушайте. Приятного просмотра. Девы, для вас очень важный транзит Нептуна, потому что Нептун у вас в Седьмом доме. Дом партнёрских взаимоотношений, дом партнёра и значимого другого. Так как это Нептун, то у вас может быть три значимых других. Это может быть ваш муж, жена, будущий, если у вас ещё их нет. Во вторую очередь, это может быть ваш работодатель, либо ваши клиенты, если вы сами на себя работаете. В третью очередь, это может быть друг какой-то, ну или враг. Может быть враг, который стал другом. Тоже такое бывает по Нептуну. Нептун даёт мутки, непонятное что-то. И вы не распознать сначала, можете не понять. Можете думать, что это враг, какой-то он непонятный, мутный такой тип. А кажется, что нет, очень даже полезный для вас человек. По Нептуну, значимым другим для вас в период с 30 июня по 6 декабря может стать какой-то помощник, который лечит вашу душу. Это может быть и медицинский работник, это может быть и психолог, это может быть юрист, или даже какой-то музыкант. Действительно, уважаемые девы, прослушивание музыки, прослушивание медитации, которые на музыку, саблиминалов, ещё чего-то такого интересненького, то, что создаёт вам прекрасную иллюзию жизни, может вам помочь и даже вас оздоровить и привлечь в вашу жизнь желанного партнёра. Поэтому, если у вас нет партнёра, то я вам просто настоятельно рекомендую по Нептуну слушать какие-то установки, какие-то аффирмации. Молиться, конечно, в Дом Духовности, просить помощников своих и создателя, прислать вам человека, который вам очень-очень сейчас нужен. И просить это будет дано вам, это точно здесь проигрывается, тем более, что и продолжительный отрезок времени, с 20 июня по 6 декабря, да, вам могут все, вообще люди все, которые к вам, все вам нужны, будут к вам приходить, просто приплывать по Нептуну в рыбках, подплывать к вашему берегу. Такое тоже может быть, что вы притягиваете, заманиваете. У кого нет отношений, то могут возвращаться бывшие в этот период, или вы будете бывших возвращать. Смотрите сами, как вам лучше. Есть, может быть, вариант, что и так, и так. Нужно смотреть индивидуально, конечно, по вашему прогнозу. Может, что и бывшие клиенты, и бывшие работодатели, либо вы на прежнюю работу устроитесь. Какой-то контракт, который вы когда-то подписывали, можете подписать заново. Если не реальная бумага, на бумаге, то устный контракт, договоренность, просто договоренность, к вам может вернуться друг, ну, конечно, по Нептуну может и собутыльник, поэтому будьте осторожны, принимать ли его. Кстати, вот да, проверяйте, друг к вам пришёл или враг, потому что, если пришёл друг и снова вас толкает по Нептуну в какие-то зависимости, Нептун даёт зависимости, то это, конечно, ваш враг, а не друг. Если вы уже встали на сухой, да, на жизнь сухую, в сухую, то если он предлагает вам снова где-то на две бутылки поплавать, то, конечно, это уже не друг. То есть проверяйте, кто друг, кто враг. В любви могут быть мутки, к сожалению, и даже любовные треугольники тоже. Будьте осторожны, это не значит, что постоянно ищейкой проверяйте, перечитывая, да, телефоны своего возлюбленного, но интуицию по Нептуну слушать, вам интуиция подскажет всё. Вам не обязательно шпионить за кем-то, чтобы чувствовать, что происходит. На интуицию полагайтесь, ретро-Нептун — это классика интуиции, просто знаете, ретро-Нептун равно интуиция. Так что у вас будет суперинтуиция, уважаемая идея, пользуйтесь ею на здоровье. Если хотите сказать свой личный трор-раскладчик либо гороскопчик, любой, абсолютно, любую работу, пишите мне мой номер телефона в описании под видео, а также в комментариях под каждым видео и под этим в том числе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите добрые, светлые комментарии. Уважаемые весы, у вас Нептун в шестом доме работы и здоровья, и быта. Вот, наверное, эти все три темы для вас и проиграются по знаку зодиака Нептун. То есть, может быть, темы одновременно и быта, и работы, и здоровья проходить у вас в период с 30 июня по 6 декабря как главенствующие три темы. Они могут быть не чёткими, а, знаете, такими, как бы размытыми по Нептуну. То есть, оно может периодически всплывать, потом как будто бы уходит, потом снова наплывает. Это мысли даже может быть относительно работы. К сожалению, по поводу работы могут быть сплетни. Поэтому, чтобы не прилетала карма, сами не сплетничайте о других людях, исключайте такую возможность. Это не факт, что вы инициатор сплетен, но даже попадая в какое-то вот двое разговаривают и вас подзывают, не ходите туда, где двое разговаривают о третьей персоне. Потому что только вы уйдёте, подойдёт кто-то другой, третий, и вы уже станете предметом обсуждения. Как узнать, кто о вас сплетничает? Это тот человек, который сплетничает обо всех остальных. Ничего, ничего тут, да, не нужно быть супер-пупер разведчиком, чтобы понять, кто о вас сплетничает. Тот человек, который сплетничает, он сплетничает, как правило, обо всех. Это можно догадаться. А также о вас сплетничает то, о ком сплетничаете вы. Поэтому исключаете такое. По поводу здоровья. Очень хорошо, в принципе, по ретро-Нептуну обращаться к медицинским работникам, но хорошо бы перепроверять. То есть ретро – это перепроверка. Знаете, как говорят, чтобы поставить точный диагноз, нужно обратиться к трем врачам. Вот как раз Нептун – это цифра 3. Действительно хороший совет. Ну и 3-3-3, конечно, в плане быта. Возможно, нужно дома много вытереть, натереть, сделать, знаете, до блеска. Шестой дом – это дом стерильности. Может быть, и правда вам квартиру надо прям не просто уборка какая-то, а прям вот чуть ли не, не знаю, с хлоркой вымыть. Может быть, от плесени избавить стены. То есть что-то такое. Действительно мощную работу проделать в доме, чтобы оздоровить не только себя, но и свой дом. Вообще всё своё пространство. Оздоравливайте. Поэтому не входите в нездоровые отношения, особенно на работе. Главным образом не впрягайтесь, скажу так грубо, конечно, в треугольнике, там, где кто-то кого-то обсуждает, обмывают кости. Вот по Нептуну, да, это вода. То есть льёт воду в уши, обмывает. Это всё слова, связанные с водой. Поэтому остерегайтесь сплетен. Уважаемые скорпионы, у вас Нептун в пятом доме гороскопа — это дом любви. И Нептун — высшая любовь. И рыбы — это его знак зодиака, знак высшей любви. Для вас восхитительный этот транзит по пятому дому Нептуна, но, конечно же, не без нюансов. К сожалению, Нептун может давать любовные треугольники, а ретроградный Нептун может давать ещё и сокрытие таких треугольников и превращение их в многоугольники, в шестигранники. Ретро Нептун, то есть это что-то ре, глубинное, скрываемое, то, что незаметно, не видно, потаённо. Любовные треугольники, ребята, могут быть очень разными. Это не обязательно то, что обычно все представляют, когда одна женщина и двое мужчин, либо один мужчина и двое женщин. Нет, это может быть и другая какая-то история. По пятому дому, например, у нас идут дети и хобби, поэтому запросто в вашем любовном треугольнике, к сожалению, может быть такая интересная история любви, когда есть вы, он и его хобби, вы, он и ваш ребёнок. То есть такие истории тоже могут проходить более широко, в широком значении слова треугольники бывают обстоятельства третьей стороной, работа, родители, хотя пятый дом, конечно, это не дом родителей, это дом детей, но если вы родитель, то здесь учитывайте такой момент. Если кто-то хочет детей, то это вообще замечательный транзит, прямо скажу так, может быть, несколько грубо, но транзит приплода, потому что, например, у человека, у которого в натальной карте, Нептуна в пятом доме, может иметь троих детей, поэтому такой транзит реально может дать вам и третьего ребёнка, если у вас уже двое есть, ну или планы, вам захочется быть многодетным человеком. По Нептуну в пятом доме, ретро Нептуну, вы можете возвращаться к этим идеям, то есть вы хотели, потом передумали, снова захотели, и к возлюбленным можете возвращаться, снова-таки возвращать любовь, и детско-редительские отношения тоже могут быть, если были поставлены паузы, могут быть возвращены в более спокойное русло. К сожалению, для новой любви ретро-Нептун не подходящий период, но может вернуться обновившаяся прежняя любовь, ваша бывшая, может вернуться, девочки, если вас слушают мужчины, то, конечно, здесь вам нужно инициировать, потому что Нептун всё-таки мужская планета, поэтому возврат инициировать следует вам. Вы можете вернуться с каким-то своим хобби, а если вы не уходили от них, то конкретно в них углубиться с 30 июня по 6 декабря. Уважаемые скорпионы, если вы хотите свой личный гороскоп либо второй расклад, пишите мне лично, мой номер телефона написан в описании под каждым моим видео, под этим в том числе и в комментариях. Пишите заказ свои личные работы и будьте счастливы. Уважаемые стрельцы, транзит Нептуна по рыбам это давняя-давнишняя тема и у вас что-то давно уже с местом жительства, с домом, в котором вы живёте. По ретро-Нептуну с 30 июня по 6 декабря эти темы вы к ним возвращаетесь, если уходили от решения этих проблем, либо ставите на паузу. Например, вам нужно сделать ремонт, вы начнёте его делать на ретро-Меркурии, но если ремонт уже очень долго длится, вы уже от него устали, то возможно поставите на паузу, как раз на какое-то время остановите, до декабря. В зависимости от того, какая у вас сейчас ситуация. Может быть какой-то третий вариант, потому что Нептун всё-таки трезубец, три варианта может быть. Что может быть по Нептуну в четвёртом доме? Вы решаете вопрос не только с квартирой, например, с ремонтом, но и с тем, кто там живёт в этом доме, это тоже четвёртый дом городского, подается с сожителями, с семьёй, решаете эти темы, и вообще со страной. И вот это всё может вместе и проиграться, например, съезжаться, разъезжаться, да, эти вопросы, с кем разъехаться, с кем съехаться, ремонтировать, не ремонтировать, а может быть новый дом покупать, а может вообще в новую страну переезжать. Да, то есть глобальное решение вопроса. Вы можете реально капитально и глобально решать. Кстати, Нептун — это капитан, вот это слово капитально. Знаете, вы будете чувствовать себя капитаном на своём корабле. Нептун — это корабль. У вас что-то в доме, связанное с водой, даёт вам знаки. Может быть, у вас там кран течёт, послушайте, что-то он вам говорит. Может быть, у вас с трубами проблема, раковины, ванны, вот это всё. Вода вообще, фундамент, что там у вас под домом, нет ли каких-то подтоплений. Вообще ситуации, связанные с наводнённостью, половодием, подтоплением, водой, водоснабжением, канализацией. Ну, канализация в меньшей степени, скорее, водоснабжение, то есть там, где чистая вода идёт. Фильтрация воды обязательно, обязательно фильтрация воды по такому транзиту. Потому что ретро-Нептун, да ещё и ретро-Сатурн, вот Сатурн — это камешки, гравий, и Нептун ретро-Гравий тоже даёт такой песочек. То есть вам нужно очищать воду, пропускать её через фильтры. Если вы меня сейчас слушаете, прислушайтесь, уважаемые стрельцы, понятное дело, что, в принципе, для всех, для многих нужно, но вы неспроста попали на это видео. Может быть, вы думали об этом, поставить какие-то дополнительные фильтры. Если вы думали, то точно это вам знак, что вам попалось это видео, стоит это сделать. Но кто-то из вас, конечно, вообще садится на кораблик и уплывает к новым, к дальним берегам. Может быть, отплыв, отплыв из дома. Это может быть и временное что-то, конечно же. Может быть, в декабре вы вернётесь обратно. Ну, если вы, например, работаете где-то на корабле поваром, то это, наверное, может быть, что вы уезжаете так надолго в какую-то командировку, морское путешествие. Может быть, у вас какая-то сезонная работа, тоже связанная с морем, с рыболовлей. Если же нет, то что-то с водой, с оптикой. Может быть, кстати, вы работаете на дому по такому Нептуну, пишете какие-то видео, создаёте видеоролики по Нептуну в четвёртом доме. Может быть, такое домашнее, домашние видеозаписи могут пойти по этому Нептуну в четвёртом доме. В общем, ребята, что-то вы там делаете. В принципе, вы знак путешественников. Если вы хотите отправиться в какое-то кругосветное морское путешествие, то здесь, конечно, сам Нептун велел. Но и путешествие в себя, и вглубь в себя тоже актуально, потому что четвёртый дом – дом базового доверия к жизни. А Нептун – это психолог. Возможно, вы будете ходить на дом к психологу и заниматься курс психоаналитики проходить. Может быть, вы к себе будете приглашать какого-то специалиста, который поможет вам, в том числе психологически. Это может быть и не психолог. Может быть, к вам сантехник придёт, но вот такой душевный человек, что просто излечит вашу душу. Вот учитывайте, что не обязательно это всё будет так прямо. Да по Нептуну вообще, это может быть и он с вами поговорит по душам, и вы с ним по душам. То есть, и он вам душу вылит, и вы ему душу вылите, и что-то ещё какого-то чайка, кофейка попьёте. Так что, главное, будьте счастливы, уважаемые стрельцы, заказывайте свои личные гороскопчики и трёх раскладики. Кто хочет конкретно по Нептуну себе прогнозик, тоже можете его заказать. Мой номер телефона в описании и в комментариях под каждым и под этим видео пишите на любой из мессенджеров. Рада помогать. Уважаемые козерожки, все, кто по Солнцу козелок, по Асценденту и по Луне, это прогноз для вас по Нептуну. Прогноз на период с 30 июня по 6 декабря. Продолжительный период времени и, в общем-то, почти до ваших дней рождений доходящий вам говорит о том, что нужно пообщаться. пообщаться по третьему дому с кем? С какими-то, даже, может быть, тремя важными в вашей жизни людьми. Получается, что Нептун у нас трезубец и в вашем третьем доме, то есть троечка. Кто это может быть? Ну, все по третьему дому личности, персоны. Это братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы, соседи, коллеги, одногруппники, одноклассники, и все единодумцы. Но по Нептуну скорее это даже не единодумцы, а единодушцы. Не знаю, как это даже правильно сказать. Единодушны вы с кем? То есть душа по Нептуну идёт. Какой-то коллектив у вас небольшой собирается, не знаю, какой, учебный, рабочий, семейный. Может быть, вы посещаете каких-то специалистов, которые посредники, потому что третий дом это дом Нептуна, дом посредничества. Например, вы, ваша возлюбленная, и вы идёте к какому-то третьему человеку вместе. Что это может быть человек? Может быть, это таролог, может быть, это юрист, может быть, это мама, может быть, не знаю, ещё какой-то друг, может быть, вас, не знаю, чем вы девушку с другом знакомите, но мало ли. То есть, здесь может быть, а, работник ЗАГСа тоже может быть, если вы собираетесь расписываться. А вообще, по третьему дому может быть, знаете, как ангел вашей любви, то есть, какой-то дух даже, душа, дух, который вас объединяет. Вы вдвоём, и какая-то сила, которая вас объединяет, сила любви, конечно же, по Нептуну, сила высшей любви, стихии. Третий дом, дом подписания документов, абсолютно любые документы вы можете подписать. Это и те же ЗАГСы, и документы на работу, и какие-то незначительные удостоверения, чеки, квартплата, договора какие-то с, не знаю, там, с компаниями какими-то, вот, на оказание услуг, да, вплоть до того, что, может быть, много доставки будете домой заказывать, будете расписываться за получение доставки. По третьему дому, возможно, вы меняете дом, аренда меняется, или офис, ваш рабочий меняется. Возможно, кто-то из вас продает какое-то движимое имущество, или сдает свое имущество кому-то, то есть, и так, и так может проигрываться. По третьему дому, по ретро-Нептуну, в третьем доме, вы можете проходить повторно собеседования, которые уже ранее проходили, интервью, консультации какие-то, опять-таки, все равно у кого, у психолога, у врача, это все равно какие-то консультации, и свидания. Конечно же, по ретро-Нептуну это прежняя любовь с 30 июня по 6 декабря. Этот же период тут у нас включает и ретро-Венеру, и ретро-Меркурий, и ретро-Уран. Ребята, у нас время ретро, поэтому не для новой любви, не для новых знакомств, а для повторных возвращений к тем людям, с которыми вы уже общались. Здесь важно договориться, дом речи, поговорить, договориться, переписать, пересмотреть, сделать дубликаты, еще раз удостовериться, переспросить, не бойтесь переспрашивать, по три раза, переспрашивайте, пересчитывайте деньги, не отходя от кассы по три раза, и не стесняйтесь этого. Нептун вам будет благоволить. По поводу приобретения автомобиля. Ну, по ретро-Нептуну, конечно, нежелательно приобретать лодки. По поводу автомобиля, там по ретро-Меркурию, у нас Меркурия с 23 августа, 15 сентября, там не покупайте автомобили. Но, в принципе, и по ретро-Нептуну, ну, честно вам скажу, не очень-то хорошо, если только вы как-то Нептун этот задобрите. Я не знаю, как это может быть, я не очень разбираюсь в автомобилях. Может быть, какая-то марка автомобиля, связанная с водой, почему-то, либо эмблема, похожа на воду, в воду, на воду, от света какого-то морского автомобиля, либо какие-то, не знаю, обивочка какая-то морская. То есть, нужно здесь воду задобрить. Вода в реках для вас особенно актуальна. Вот если вы сейчас меня слушаете и думаете о том, что вам поможет стать более духовным, это речки. То есть, вода, которая течёт как будто бы по обрамлённым каким-то два берега, то есть, ровненькая, желательно такая, как каналы, как канал какой-то. Третий дом — это дом связей и каналов, коммуникации и каналы. Вот это всё вместе идёт. Дороги — это тоже средство связи. То есть, дорога для астролога — это то же самое, что, например, линия электропроводов. И это контакты. Поэтому связь — это и дороги, и друзья, и договора, и договорённости устные. Это всё то, что помогает людям соединяться. возможно, у вас появится какой-то коллектив братский. Вот вы будете говорить, это как братья или как сёстры, одинаковые. Здесь тема может пройти, связанная с любовью. Когда ваш возлюбленный станет вам прекрасным психологом, вы будете относиться к своей любимой, например, своего мужчины, как к своей душе, вот буквально. Чтобы вам услышать душу, нужно с ней поговорить, со своей женщиной, потому что она и есть воплощение вашей души. Тонкие, чувствительные. Здесь энергии идут, энергии того, что вы правда можете и сами быть как психолог кому-то, и найти психолога в близком человеке, в родном человеке. Так что, ребята, такой размытый, да, довольно-таки размытый прогноз по Нептуну. Нептун вообще даёт размытие. В третьем доме, дом рук, лёгких, речь, разговора. Я вам здесь порекомендую, конечно, обращать внимание на то, на воду, руки, с чем контактируют. Здесь может быть какая-то такая опасность, вроде как мазут, или что-то такое, вот краска идёт по рыбам, и краска, которая акварельная, краска, которой вы красите двери, и автомобильная краска, и все нефтепродукты, химикаты, духи, крема, кстати, тоже. Поэтому за ручками следите своими, как-то оберегайте их кремами, какими-то особенными, тем более, видите, у нас получается и период выходит ещё и на зиму, поэтому ручки защищайте обязательно, лёгкие тоже. Здесь пение идёт, может быть, вы будете учиться петь, конечно, но при этом смотрите, осторожнее, на сильном ветру не нужно, в окно не нужно высовываться и сильно громко петь. Так, ключицы, руки, лёгкие, глаза, может быть, глаза, может, кому-то нужны очки, тоже перепроверьте этот момент по поводу оптики вообще, оптики, да, то есть, может быть, у кого-то нужно поменять себе линзы, может быть, кому-то поменять нужно, не знаю, там что, какой-то экран, может быть, ноутбук, нужен телефон, какая-то защита, защитное стекло, то же самое, если у вас есть какие-то транспортные средства и мотоциклы, и мопеды, и автомобили, может быть, там что-то с оптическими какими-то приборами, может быть, вам нужно какое-то дополнительное средство, чтобы лучше видеть, для кого-то может проиграться такая история, интересная, как поход куда-то в дельфинарий, либо вот какую-то водную среду, как будто бы на воду можете смотреть, в общем, ребята, могу говорить бесконечно, вы знаете, что я астрологию просто обожаю, кодережки, обязательно послушайте еще другие мои гороскопчики, следите за моими новыми выпусками, новыми постами в сообществе, хотите свой личный гороскопчик, точно хотите, и заказывайте его, также можете сказать, второй раскат, на это пишите мне на номер телефона, на мессенджеры, указанные под этим видео в описании и в комментариях, и вообще под всеми любимыми другими, и настоятельно вам рекомендую кодережки, послушайте еще и водолеев, и рыб, будет интересно. Уважаемые водолеи, я вас поздравляю, потому что у вас вообще Нептун во втором доме, это дом денег, у вас должно быть несколько источников дохода, либо вы сейчас работаете над тем, чтобы создать себе несколько источников дохода, причем активных, то есть вы сейчас нацелены активно зарабатывать, возможно, три направления деятельности, не факт, что у вас прям вот три работы, хотя может у кого-то это три работы, одна основная, две подработки, но даже если вы работаете на одном каком-то направлении, вы разветвляете его, делаете что-то около, близко, похоже, аналогично, вот чуть ли не, например, у вас там, давайте переведу ютуб-канал, ютуб-канал на русском, ютуб-канал на украинском, ютуб-канал на английском, да, вот как вам пример по Нептуну, что может быть, и вы зарабатываете, привлекаете клиентов, вот просто как пример, чтобы вы понимали, три источника активного дохода, но, конечно, всегда обычно отыгрывается у нас по оси и с пассивным доходом, может быть, что один из источников дохода у вас пассивный, но опять-таки, вы что-то для этого делали, вы вкладывались в это, возможно, что, например, у вас есть своя зарплата, далее, если вы женщина, у вас зарплата жены, да, то есть муж вам дает деньги, и третье, например, у вас еще наследство осталось от папы, например, вот, но вы в любом случае что-то делали, не знаю, может быть, например, вы ухаживали за своим пожилым отцом, ну, и ухаживаете там за мужем, да, например, готовите ему, стираете и все остальное, это тоже работа, естественно, вы за это деньги получаете, вот, да, то есть вы, в общем-то, должно быть, настроили себе несколько источников дохода, если нет, уважаемые водолеи, вы просто начинаете делать, как раз самое время пришло, знаете, когда же, подумать, разобрать, работала она ошибками по ретро-нептуну, если у вас этого нет, а почему нет, то есть задать себе этот вопрос, задать себе вопрос, почему у вас, например, только один источник дохода, если вы реально хотите больше, то почему у вас нету больше, вот об этом подумав, вы можете прийти к выводу, например, что вам не хватает финансовой грамотности, и тогда пойти учиться, вложиться в курсы, например, какие-то, или по Нептуну вы можете обнаружить, что вы не уверены в себе, у вас низкая самооценка, если бы была выше, вы так предполагаете, хотя бы, да, предполагаете, что, наверное, вы были бы смелее, наверное, вы были бы увереннее в себе, наверное, вы бы больше рисковали, в том числе деньгами, здесь может быть такая история, что вы как будто хотите деньги сохранить, но они как песок сквозь пальцы, как вода, знаете, вытекают, ведь это Нептун, это вода, вода в доме денег, куда уплывают ваши деньги, почему они вообще-то уплывают, знаете, что может быть, вы слишком эмоциональны, могут уплывать деньги по Нептуну на какие-то вещи, которые вам помогают вылить эмоции, к сожалению, в негативе, на алкоголь, по такому транзиту могут уходить деньги, либо на другие средства, таблетки те же самые, седативные и остальные все зависимости, Нептун это выпивка, но во втором доме он может давать курение сигарет, потому что дом горла, тоже может быть дым, тоже близко по Нептуну, пение и слезы, тоже слезы, крики, вы сильно эмоций много отдаете куда-то не туда, поэтому может быть у вас не так много денег, как вы хотите, проанализируйте, если у вас денег не так много, как вы хотите, то скорее всего вы свою энергию и внимание, свои речи и разговоры много направляете, чрезмерно много направляете во что-то пустое или не приносящее средств, ну, пример, много разговариваете с подружкой, а могли бы работать и зарабатывать, банальный, простой, реальный пример, вы действительно можете обнаружить, что да, вы час проговорили с подругой, всю энергию туда слили, и потом вам тяжело работать, и вы не можете дополнительную, например, работу взять, потому что и так уже устали, тем более, если вы, например, где-то разговариваете на работе, второй дом горла, повторюсь, вы и так разговариваете, вам еще и с подружкой разговаривать, да у вас просто уже на тесах, на плече уже просто, ну, куда еще дальше, может быть, у вас так три телефона по Нептуну, так что, ребята, просто отследите, куда вы сливаете свою энергию, потому что туда же утекают ваши деньги, время — это деньги, когда вы в кого-то вкладываете свое время, считайте, вы отдаете ему свои деньги, поэтому думайте, думайте, в кого вы вкладываетесь, люди должны понимать, и это нормально, это не что-то такое меркантильное, это очень важно, это вообще закон кармы, сколько вложили, столько и получили, должен быть баланс, дебет с кредитом нужно свести, если вы слишком много отдаете энергии, то это потребительство, на вы, да, вас используют, если вы чрезмерно много отдаете энергии, если вы добровольно чрезмерно много отдаете энергии, то это ваша ошибка, да, то есть если человек не манипулирует, вы сами ведетесь, идете, то это просто ваша ошибка, которую нужно устранить, должен быть баланс, сколько дали, столько взяли, силы действия, на силе противодействия, что посеял, то пожнешь, помните об этом, и о балансе, в отношениях, по рыбам, здесь должен быть такой баланс, как будто вот устойчивая пирамида, финансовая у вас здесь пирамида, у вас океан денег должен быть, если вы проработали себя, у вас должно быть очень много денег водолея, поэтому если у вас денег недостаточно, это значит, что вы скорее всего в каком-то треугольнике болтаетесь, в треугольнике Карпмана, вы либо жертва, либо спасатель, либо тиран, если у вас недостаточно денег, если у вас еще не горы денег, это значит, что вы по жертве сильно много жалуетесь, поэтому у вас денег нет, По тирану сильно на других людей агрессируете, поэтому вам вселенная не даёт денег, потому что зачем агрессору давать деньги? Я знаю, о чём мы подумали, сейчас не будем об этом. Или вы спасатель тоже. Вот тот пример, который я приводила. Если вы жилетка для подруги, она все ваши сжирает деньги, потому что сжирает ваше время. То есть выходите из всех этих ролей, из трёх, тогда у вас будут деньги. По поводу тирана, там отдельный разговор, я знаю, что кто-то может с мной поспорить, но давайте потом, как-нибудь потом в другой раз, напомните мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заказывайте свои личные гороскопчики и тарораскладики. И рекомендую вам послушать рыбок, также уважаемые водолеи. Уважаемые рыбки, приветствую вас на своём канале. Если вы ещё не подписаны, подпишитесь обязательно. Может быть, кто-то из вас впервые, потому что гороскоп важный именно для вас, именно для знака Зодиака Рыбы. Нептун, управитель вашего знака Зодиака, в вашем знаке Зодиака. Да ещё тут и Сатурн. Рыбы для вас вообще важный год. Но этот отрезок времени с 30 июня по 6 декабря, он характеризуется этапом погружения в себя. То есть вообще год про вашу Личность. И здесь может быть да всё, что угодно. Что такое ваша Личность? Прежде всего, это ваша персона. Но на ретро-Нептуне вы погружаете в себя. Это интроспекция, это рефлексия, это самоанализ. А на директорном Нептуне вы проявляете себя во внешний мир. То есть как раз период с 30 июня по 6 декабря, чтобы погружаться в себя, изучать себя, познавать себя. Причём, возможно, самостоятельно, а может быть при помощи каких-то средств или людей. Первый дом. Дом здоровья. Возможно, вам потребуется вернуться к теме своего здоровья или вернуться к какому-то образу жизни, который вы ранее вели. Это может быть абсолютно любая тема. От и до всё, что вам требуется по здоровью, возвращайтесь. Возвращайтесь к здоровому, правильному образу жизни или к тому образу жизни, в котором у вас больше любви. Ведь Нептун — это высшая любовь. И вы знак высшей любви. Вы должны чувствовать себя как рыба в воде в этот период. Вам должно быть хорошо, особенно если вы типичная рыбка. Хорошо, уютно, в каком-то закрытом пространстве. Это пространство для кого-то, ваше общество, ваш город, компания, ваша, ваша семья, ваши друзья, ваша компания, где вы работаете. Для кого-то это вообще уединение. Может быть, вы работаете самостоятельно, во фрилансе, в одиночку, дистанционно, удалённо. Для кого-то ваша семья, у кого-то это любовные отношения, парень-девушка, когда вы просто очень как два голубочка вместе воркуете, никого в свой круг не пускаете. Где-то вот так вот тайно, кстати, может быть, тайно даже встречаетесь по какой-либо причине, либо по вынужденным каким-то обстоятельствам, либо потому что вы так решили. Может быть, вы боитесь показывать партнёра. Опять-таки, почему? Может быть, очень разная история. И положительная, и отрицательная тоже, к сожалению, разная тема может проходить. Но в любом случае вы здесь в любви. И по первому дому у вас может быть три любви в положительном значении слова. Например, любовь к себе у вас расцветает через то, что вы и здоровьем занимаетесь, и физикой занимаетесь, вообще ведёте образ жизни, какой вам нравится. Во вторую очередь, это, конечно же, любовь к другому, значимому другому, к партнёру, партнёрше. Если у вас нет любви, то здесь возможен возврат. Но если вы где-то в июне познакомились, и у вас новая любовь началась в июне, то дальше отношения будут углубляться, углубляться, углубляться. То есть ретро — это углубление в отношения. Ну и в третью очередь, по ретро-Нептуну, это может быть ваше дело. Дело, я вам скажу так, потому что, конечно, по первому дому обычно идёт своё дело. Вообще Личность и персона, ваше Я. Кто-то начнёт работать на себя или вернётся к такой работе. Или, если у вас, например, несколько занятостей, вы больше будете уделять внимание именно своему делу. Вам захочется именно себя, своё эго потешить, как бы это ни звучало. Кстати, это ещё и дом имени и псевдонима. По ретро-Нептуну, возможно, вы возвращаетесь к девичьей фамилии, например, если вы девушка. Или вы возвращаетесь к какой-то своей теме, затее, организации, где ваше имя светится. Ну, опять-таки, это может быть какой-то, например, Ютуб-канал, а может быть и какое-то реальное, в реальности. Какая-то организация, когда-то открывали, например, какую-то кафешку, не знаю, или что-нибудь ещё там, свой салон красоты и называли своим именем. Вот здесь, может быть, у вас появятся спонсоры по Нептуну, вливания по Нептуну. Нептун — это вода, то есть кто-то может влить в вас какие-то средства, возобновить, возможно, вы сможете какую-то свою личную деятельность, абсолютно всё, что угодно. Вообще, рыбки, первый дом у вас в вашем первом доме, Нептун, да, первый дом содержит вообще все дома гороскопа. Поэтому у вас по такому транзиту может вообще всё, что угодно проиграться из того, что для вас наиболее прерогативно сейчас, то есть прерогатива ваша. Но снова-таки, по Нептуну, это какие-то три прерогативы. Поэтому выбирайте три основные важные сферы жизни и углубляйтесь в эти сферы и работайте над ними. Скорее всего, пройдёт тема работа над собой, работа над отношениями, работа на работе на своём деле. Кто сейчас больше в теме любви, а это может быть, потому что по оси первой седьмой часто проигрывается тоже, да, то есть вроде как Нептун в вашем первом доме, но может так проиграться, что отразится на седьмой, как, например, у вас девушка, если вы парень, как русалочка, условно говоря, какая-то нептунианская. Что это значит быть? Может, какая-то заморская иностранка, может быть, она психолог, психотерапевт, либо что-то околопсихологичное какое-то. Она может быть и медик, какая-то добрая душа у неё, как сестра милосердия. Может, правда, работает где-то волонтёром, например, помогает людям. Вот такая волшебница какая-то, может быть, красивый голос у неё, как у сирены, так завлекает вас, поёт, убаюкивает. Это может быть такая история. Или вы такой, а может быть, и вы такой, и она такая. Ну вот Нептун, он и так зеркальный, как зеркальная гладь. Да ещё и первый седьмой, дома зеркала. Буквально вы можете смотреть на неё, да, смотрюсь в тебя, как в зеркало, да, по-моему, такая песня есть старенькая. Вот, кстати, ретро-Нептун — это старые песни. Нептун отвечает за музыку, а ретро — это прежняя, ретро-музыка. В общем, может быть, у вас такая история, что вы, правда, друг в друге плаваете, друг в друге купаетесь, взаимной любви купаетесь, погружаетесь в любовь. Всё, что вы любите, и всех, кого вы любите, здесь с вами. О любви к себе очень много, поэтому обращайтесь обязательно к специалистам помогающих профессий, если у вас с этим проблемы. А лучше, конечно, исцеляйтесь любовью. Поэтому если у вас есть партнёр, то просто чудо и счастье, если вы друг для друга отличные психологи. Это, пожалуй, лучший вариант из всевозможных вариантов. Вы можете чувствовать себя в эти месяцы, в эти пять месяцев капитана собственного корабля, но вам обязательно, конечно, нужен ваш помощник, человек, который рядом с вами. Вы как за рулём, и вот рядом с вами не пассажир, а действительно ваша правая рука. Это ваш партнёр. Кстати, партнёрство может пройти ещё и деловое, снова-таки, бизнесовое, дружеское, клиенты. Может быть, партнёрство, вот трое людей, вы занимаетесь чем-то. Кто-то вам помогает, но кто-то, к сожалению, может вам и мешать. Кто-то может быть третьим лишним. Как узнать третьего лишнего? Это скользкий тип. Вот вы на него смотрите, думаете, какой-то он скользкий тип. Скорее всего, это третий лишний. Ну что же, уважаемые рыбы, ваш год, ваш в любом случае, несмотря на ретро период Нептуна, это всё-таки ваша планета, ваш управитель, и она в вашем знаке зодиака, поэтому вы как рыба в воде. Если вы хотите заказать свой личный гороскоп, либо Тарораскладик, напишите мне лично. Мой номер телефона указан в описании под каждым моим видео, в комментариях под каждым моим видео. Пишите на любой из мессенджеров. Буду рада вам помочь. Работаю всегда с душой и с любовью. Рада помогать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите добрые, светлые комментарии. Всех благ, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok